здравствуйте всем и здравствуйте мои маленькие конечно же любители садовничества и бонсаек мое имя виктор это в общем-то сады мастерской скала и сейчас займемся самым таким важным в этом году процессом который я упустил за весь сезон это придание формы хвое бонсаек вот этих я буду их называть так надеюсь профессионалы бонса не обидятся на меня за это потому что это мой первый опыт собственно говоря и он пока что меня радует пока что удался скажем так поэтому поехали иначе что не видно ли вам так вижу веточки веточки которые уже не нужны и в общем-то не совсем есть нужны но я их все трогать не буду сегодня исключительно займусь хвоей перчатка дом не не понадобится я уж даже забыл как это делается но попробую вспомнить то есть остаются оставляются только пучки даже настолько что вот на пучках ветви профессионалы обрезают я сейчас посмотрю как это будет смотреться собственно говоря со стороны как вам это будет видно ли интересно ли начну вот с меньшего то есть все вот эти вот воиночки они убираются пока не сформируется добротный пучочек то есть вот примерно так это выглядит вот вот это все по идее тоже обрезается потом они кончик немножко желтеет становится тоньше и опять возвращает первоначальную остротцу но я наверное поскольку я припоздал я не буду в этом году этим заниматься кстати вот такое место интимное вот это вот все нужно убирать это вот не есть хорошо вот целый пучок это надо все убирать потому что они портят именно скажем так картину которая ну мой случай у меня в голове задумано потому что глядя на дворца я примерно пока работаю я вижу каким я хочу его видеть каким она будет случае когда я закончу с этим действом вот она все еще кстати смолистая на удивление хотя осень октябрь как бы это дико не выглядел со стороны наверно выглядит дико отрывает всех военки ай-яй-яй зачем но 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 чем больше отрываешь ненужного лишнего тем пышнее становится то что в итоге осталось именно вот эти вот пучочки мне они очень нравятся я не боюсь сделать и даже как-то поуже что ли скажем так просто не думайте не надо жалеть испытывать какую-то жалость данном случае надо просто видеть картинку какая будет в итоге на финише вот скажем так вот здесь тоже вижу такой вот приростик вот он мне не нужен причем совершенно не нужен вот это все надо убирать вот эти вот пучечки тоже надо убирать то есть у меня есть задача чтобы шел ствол на конце оставались воинки вот насчет этой веточки конечно я не уверен сейчас я попробую сформирую посмотрим будет ли она смотреться или нет целом обрезать всегда можно потом жалеть о том что обрезал там где не хотелось и не стоило этого делать собственно говоря это процесс не быстрый говорю сразу надо терпение аккуратность у меня пальцы крепкие после работы с камнем поэтому я уже четко хватаю и рву подрезанную веточку немножко сформировать чтобы это не превратилось какой-либо на рост то я уже заметил сосенка это любит делать на соседнем бонсайке покажу даже проволоку я вовремя не убрал которая придавала форму и эта проволока вросла в дерево то есть как и говорил прирост у нее имеется как вот так вот она все выглядит но это я вам покажу на примере одной веточки чтобы время не тратить чтобы было интересно увидеть чем же это дело кончится вот такие пучечки наверно еще вот это вот они даже порой видно вот видимо растение запоминает или что она видно вот где стоит остановиться скажем так где уже все лимит предел и так далее вот вот такие две касаются получились даже вот здесь вот наверное я еще уберу вот так вот и вот здесь вот она процессе потом еще даже замечаешь что где-то надо еще убрать это наоборот оставить пусть не кажется но страшным диким потом ты с ней это все вы Продолжение следует... 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 Вот в общем-то два сформированных обонсайных дерева. Вот и все в общем-то, что я хотел вам показать. Здесь у нас папоротник остается, здесь клематис, сколько от него не избавляясь, он по всему участку как сорняк, везде в саду натыкан абсолютно самосевка, поэтому здесь я его уже не трогаю. Хотя радонодрону порой мешает. Здесь вот эта осока, я ее часто использую для мульчих, когда лишка вот как сейчас появляется, сейчас я буду обрезать, формировать. Вот и все, всем добра, удачи, удачи, еще раз удачи, берегите себя, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok